После нескольких циклонов, принесших Магадану обильные снегопады с дождями, прошло уже две недели. И если с очисткой автомобильных дорог коммунальщики справляются достаточно быстро, то обледенелые тротуары и скользкие дворы в областном центре приходят в должное состояние очень медленно. Это неизбежно приводит к росту травматизма и становится предпосылкой к чрезвычайной ситуации. Острота данной городской проблемы стала основанием для созыва мэра Магадана заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обращением для медицинской помощи в детские и взрослые травмпункты в период с 11 ноября по 24 ноября зафиксировано 105 обращений с уличными травмами. Это 45 детей и 60 взрослых. Ситуация усугубляется и тем, что во взрослом травмпункте не работает основное для этого медучреждения, оборудования. Еще мы встретились с такой большой проблемой. В травмпункте сломан рентген-аппарат, заменит его не раньше, чем к Новому году, а новый. И пациенты вынуждены проходить из травмпункта в рабочий ближайший рентген-кабинет, который находится в первой поликлинике. Не обеспечены машины, потому что для этих средств не выделены средства для транспортировки. Дворовые территории в основном зона ответственности управляющих компаний. По информации руководителя департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолия Худинина, ими после циклона в городе расчищено 480 адресов. Но, как выяснилось в ходе заседания комиссии, большинству управляющих компаний не хватает спецтехники для срезания ледового покрытия. Глава города распорядился составить подворовый план расчистки на субботу, воскресенье и понедельник с привлечением коммунальной техники КЗХ и ГЭЛУДА. Мы берем завтра, допустим, набережную там от 71 до 75 дома. Кто в этом дворе задействован? КЗХ, ГЭЛУД на междворовом проезде, управляющая компания 31 квартал, управляющая компания РУ-6. И вы должны собрать их все воедино и, возможно, добавить еще какую-то технику для того, чтобы эту работу комплексно закончить. Поэтому, Анатолий Николаевич, время 17 часов. До 17 часов, запишите в протокол, должен быть график по квартальной зачистке. Глава города также распорядился сделать ближайшие выходные рабочими днями у КЗХ и ГЭЛУДА. Руководители управляющих компаний также доложили о проделанной работе и сложностях, с которыми они сталкиваются при расчистке. Я так думаю, что мы достигли все компании какого-то должного результата. Это однозначно. Вот ведь самое главное, вот мы часть домов все снимали, когда была каша. Часть домов ушла уже, когда наступила отрицательная температура. Но сегодня, вот я даже не могу сказать, где стало лучше. Или там, где мы убрали кашу, там сегодня тоненький ледок с небольшими такими, знаете, выбоинами, с какими-то лишишками. То есть получается, вот туда реально никто не сдерет вот этот тонкий ледок. Туда нужна подсыпка. Нужна подсыпка. Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для вечернего Магадана.